Друзья мои, ну вот мы снова с вами. Приглашаю вас в одно место, которое, в общем-то, примелькалось уже за последние годы на канале. Я думаю, что вы уже, конечно же, догадались, где мы с вами находимся. Ну, собственно, чего думать? Наверняка вы прочитали название этого видео. Ну что, приглашаю вас на выставку, на премьерную выставку, которая проходит в парке Сокольники, собственно, вот кадры из парка. Идем на Рус Артстиль. Ну, собственно, вот так вот все это здесь происходит. Мы с вами, по сути, разведчики, шпионы, потому что пришли к самому открытию. Сегодня второй день работы выставки, время 5 минут 12. Да, вот только что буквально двери были открыты для посетителей. И сегодня пятница, рабочий день, рабочее время. И посмотрите, сколько народу. О чем это говорит? Это говорит об отличной, великолепной, проведенной организаторами рекламной кампании. О том, что все, как я и говорила в прошлом видео, все было сделано с умом, с толком, с расстановкой. Потому что организаторами этой выставки выступила небезызвестная компания Экспоресурс, а также Комаров Алексей Юрьевич, генеральный директор этой кампании. Вот он, собственно, вы знаете, даже сомнений не было в том, что все пройдет действительно на высоком уровне. Потому что именно эти люди много-много лет организовывали самые известные, самые масштабные выставки, такие как Ладья и Жар-Птица. Эта выставка премьерная, это их новый проект. И вы знаете, вот в начале февраля появилась первая информация о том, что они набирают участников. И вот с кем бы я не говорила. Ну, естественно, я в некоторой степени уже в этой выставочно-ярмарочной тусовке. И, конечно же, уже есть знакомые мастера, знакомые владельцы брендов, мастерских, ателье, все те, кто, в общем-то, занимается реализацией своей продукции через выставки и ярмарки. Выбрала это направление для себя как наиболее приоритетное, наиболее перспективное. Так вот, с кем бы я бы не говорила на эту тему. Кому бы я не задавала вопрос, намерены ли вы участвовать в этой выставке «Рус Арт Стиль», вам интересно ли это? Да, да. Именно такой ответ я получала. Все были за, за участие. Ну вот, собственно, давайте мы сегодня с вами вместе погуляем по выставке, полюбуемся на стенды, ну и заодно, быть может, встретим знакомые лица. Выставка имеет несколько тематических разделов, но, наверное, мы с вами посетим не все. Один из них — это фудкорт, там, где экопродукция, мастер-классы по приготовлению этой самой экопродукции. Ну, наверное, мы туда с вами не пойдем, пожалуй. Также есть отдельное тематическое направление — это интерьер, дизайн, декор. Ну, тоже, наверное, не очень наша с вами тема. Конечно же, хотелось бы остановиться на теме моды, дизайна, рукоделие, хобби. Вот, вот, пожалуй, здесь мы с вами погуляем. И вот, собственно, одна из центральных площадок у сцены. Она находится, это открытая площадка, просматриваемая со всех сторон. И, конечно же, конечно же, вы не ошиблись. Да, 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 вы видите перед собой знакомые изделия, которые уже могли видеть ранее в моих видео. Я рассказывала об этом бренде, бренд Ега, его владелица Ирина. Вот, собственно, она, вот она краешком. Да, я не буду мешать ей, она работает. У нее действительно насыщенный график работы. Более того, к этому новому сезону Ирина выпустила коллекцию. Она действительно отличается от того, что вы могли видеть ранее. Очень интересные, необычные модели. Вот, пожалуйста, видите, да, на манекене представлена. Кстати, если у вас будет желание посетить выставку, то у вас будет возможность посмотреть на шоу, на демонстрацию модели. И будет показ в субботу в 15.30. Он пройдет на сцене. Собственно, вот она рядом с вот этим открытым пространством, с этой площадкой. Также здесь нельзя не отметить, что большое количество коллектива выступает, развлекательная программа, довольно любопытная. Но это, что касается тех, кто пришел просто провести приятное время, просто понаблюдать за артистами, посмотреть на то, что творят талантливые руки мастеров. Ну а если бы кто-то захотел, например, поучаствовать в мастер-классе, да, или послушать какой-то семинар, принять участие в семинаре, послушать какую-то лекцию, то тоже такая возможность есть. Для этого следует пройти просто в другую часть павильона, как раз в раздел мастер-классов. Ну, наверное, предварительно там существует какая-то запись. Честно говоря, я не буду вас обманывать, я не интересовалась, но думаю, что эту информацию легко узнать либо на сайте, либо в инстаграме. Ну, в общем-то, даже, наверное, всего можно просто посетить, если вы, ну, вы просто заинтересуетесь, придете на выставку. Я думаю, что вам не откажут. Кстати, выставка имеет замечательную, отличительную особенность. Здесь так интересно, правильно забалансировано тематическое представление продукции. То есть здесь нет явного перекоса в какую-то одну сторону, в какую-то одну тему. Как, например, на других выставках, вот на прошлой выставке, на которой я принимала участие, формула рукоделия, там очевидно, но никто не поспорит, что там очевидный перекос в сторону вышивки. А все остальные направления, они как бы идут, ну, сбоку. То есть они не главные. А здесь, ну, можно сказать, что здесь предоставлена возможность абсолютно всем мастерам, всем предприятиям показать свою продукцию в своем направлении. Это радует, потому что здесь и керамика, и украшения бижутерия, и дерево, и, конечно же, одежда. Причем настолько разнообразное предложение. И зимняя одежда все еще есть, и демисезонная одежда, и уже лета очень много. Кстати, Беларусь. Да, очень-очень много стендов белорусской продукции. Причем я поговорила даже с собственником одного магазина, это магазин кожгалантерей, мастерская, ателье и магазин из Минска, которые занимаются дизайном сумок, кошельков, всяких портмонет, там, чемоданок и прочего. Они работают с прекрасной качественной кожей из Италии. Я не могла удержаться, конечно же, и мне приобрести у них потрясающую авторскую сумку, авторского дизайна, великолепную, мягчайшую, просто, ну, невероятно мягчайшую кожу. Ну, я очень довольна, и по очень приятной цене, которая, конечно же, ну, не сравнится с более чем грустной ценой в наших московских магазинах на очень-очень грустные, так сказать, скучные, скудные модели. Да, поэтому выставки это, конечно, кладезь. Это просто, ну, колоссальное удовольствие для тех, кто действительно любит и ценит настоящее. Настоящее авторское, дизайнерское, необычное, неповторимое, уникальное. Поэтому я, конечно же, рада вам рассказывать о таких мероприятиях. Если у вас есть возможность, повторю, если у вас есть желание, то непременно посетите. Вы действительно получите колоссальное удовольствие, но как минимум вы получите массу обыкновения. Так вот, вернусь все-таки к нашим братьям-белорусам, потому что я со многими разговаривала. И очень много льна представлена, одежда из льна. Очень много трикотажа, но опять же, летнего трикотажа, не зимнего. С зимним трикотажем были эстонцы, был магазин из Талина. Они вяжут сами, вяжут. Это у них машинное вязание. Они работают с кауни и работают с пряжей прибалтийской, солидой всевозможной. Еще было вязание. Не могу сказать, что много, но, пожалуй, на каждой линии, а экспозиция, она разделена на линии. Так вот, пожалуй, на каждой линии, ну, как минимум, один-два стенда с вязанием встречали. Талантливый человек. Это Моника делает наш художник. И каждый индивидуально рисуется. Это там такой человек, к каждому позоветелю. Добрый. Это повязочка у вас, да? Или это беретки? Нет, это как типа такой трикотаж. Вот еще вязаные, но на вот красном стиле. Ручками. Все, ручками, да? Да. Да, да, интересно. Добрый день, друзья. Да, интересно. И вот выставка уже начинает свою работу второй день. Многие уже посмотрели что-то для себя. Я желаю вам успехов на этой выставке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дайвер сделай другие мастера это даже не вязание были также пуховые изделия естественно из оренбурга причем я разговаривала с представителем этого стенда и такая любопытная информация оказывается это деревня в оренбургской области 130 домов представляете и все вяжут да у них там огромный огромный артель причем они сами содержат коз они сами придут пряжу они естественно и обрабатывают добавляют к ней нить шелка и вяжут ну а затем уже самого активного инициативного так сказать представителя отправляют вот командировку в столицу для того чтобы уже миру показать свою продукцию и действительно на стенде было заметно что очень отличается почерк изделий было видно что это действительно связано разными руками разными мастерами во-первых отдельно вот этот я бы предложил просто человек у меня вчера взял жилеточку и мужчина ему сказал мне нужно тоже но все по единственным экземплязчикам у нас это понятно конечно тоже ручная это ручная работа и каждый несет свое такое потом вот и это вот смотрите на вилках сделанная работа это у меня это шикарная вещь ее можно обыграть пришли шубку курточку сняли олегов это сюда это в любую дырочку вздеваем жабу делаем зафиксировали получается такая интересная модель на вас она оберегает тепло красоту придает энергии дает я не станет соединяем даже соединять не буду потому что это очень муторная муторная работа кропотливая это вещь я понимаю это на десятилетие а как же вы это блокируете этого растягивается как-то хочу тут не надо растягивать и видите она никуда не формируется она бы по отдельности всего ввязывается а потом соединяется поэтому форма на нить и вилкой и крючок лимфочки прикрывать и шарф это лицо дам как галстук для мужчины сразу меняется поскольку такой мы отдаем за 3 500 но это очень дешево поверьте это вообще вы посмотрите вот она вас будет хранить еще хочу рассказать вам про один интересный стенд ох как же долго я здесь возле него находилась честно говоря мне уже было неловко уже следовало бы попрощаться с мастером с автором этих потрясающих изделий пожелать удачи и уйти в освоясь и оставить человека в покое но я никак не могла оторваться но вот ей богу я не могла уйти оттуда потому что знаете такая мощная колоссальная потрясающе добрая энергетика шла и от человека и от от изделий я впервые честно я впервые видела этого мастера никогда раньше как-то мне не удавалось собственно ничего удивительного потому что я-то принимаю участие в качестве участника вы меня нет возможности ходить стенды гулять спокойно рассматривать знакомиться с мастерами а на этот раз это была потрясающая такая возможность которую конечно же я не упустила так вот я хочу вам рассказать об этом человеке об этом талантливейшем человеке вы знаете здесь это керамика мастер занимается керамикой это действительно дизайнерская авторская неповторимая очень очень индивидуальная очень личная керамика я такого не видела не встречала здесь есть и конечно же украшения подвески и бусины но также то что может быть нам интересно швейная вязальная фурнитура а именно пуговицы причем пуговицы огромные большие такие заметные пуговицы маленькие незаметные неприметные пуговицы фантазийные яркие такие живые вы понимаете вот ощущение жизни ощущение бурлящей энергии ощущение радости света потому что ну давайте не будем обманывать себя в общем-то сотворить изделие однотонное да и причем это касается всего это касается и той же керамики и шитья и вышивки и конечно же вязание так вот сотворить вязание однотонное ну тут много ума не надо да берем однотонную пряжу собственно и вяжем а вот работа с краской работа с цветом работа с гармонией понимание взаимоотношений цвета понимание влияния цвета на характер на энергетику которую собственно он источает вот это друзья мои это талант и вот этот стенд это стенд талантливого человека ну собственно хватит мне занимать ваше время хватит не болтать безумолку давайте лучше я помолчу а вы просто сами посмотрите сами убедитесь в том что я вас не обманываю это просто ну это восторг у меня других слов нет а а а а а а а а соответственно воды солнце не боится потому что обжиг пройден просто потрогайте какие легкие приятные будут фантастик они еще теплые теплые давайте когда вы их носишь очень приятно они как бы температуру чем можно я на вас вот прям конечно потому что на трикотаже смотрится просто безупречно на льне на трикотаже ну просто вариантов наших не очень много можно знаете с вечерним платьем одеть и в то же время можно с джинсами из блузы одеть такой стиль знаете полу спортивный а как вас можно найти так сережки кольца броши это мне кажется наполняется ходите по любому а а а а а ну что не знаю как вы устали наверное я нет мне очень понравился сегодняшний день я полна эмоций полна сил честно говоря немного сожалею что не смогла быть участником этой выставки наверное все таки поторопитесь я с завершением сезона наверное все таки имела смысл но хорошая новость выставка состоится осенью да скорее всего это будет на ВДНХ хотя кто знает поживем увидим но в любом случае я хочу поблагодарить организаторов за проведенную работу за доставленное удовольствие хочу благодарить всех-всех-всех тех мастеров всех-всех-всех представителей брендов и мастерских отелей и так далее всех-всех-всех с кем мне сегодня удалось вообще познакомиться и приятно провести время но также вас дорогие мои зрители конечно же конечно же вас в первую очередь за ваше внимание и пожелать вам всего самого доброго посещайте такие мероприятия И вот от души вам советую посещать такие мероприятия. Это нас обогащает. Это обогащает нашу жизнь. Всего вам самого доброго. Надеюсь, прощаемся ненадолго. Пока. Нет мир светлой и радостней, вспыхнет радуга на небе. И захочется о чуде нам с тобою помечтать. Первый солнца луч раскрасил все вокруг. Подари своих объятий теплый ворог. Улыбнись в ответ тому, кто сердцу дорог. Протяни мне руку, я твой верный друг. Крепче за руку держи меня, всем невзгодом вопреки. И живи всегда в душе, храня пламя яркой любви. Если мы возьмемся за руки, если станем мы добрее, Если сможем мы друг друга с полуслова понимать. Станет мир светлее и радостней, вспыхнет радуга на небе. И захочется о чуде нам с тобою помечтать. Субтитры создавал DimaTorzok